У Сочи была своя военная история. Город-госпиталь спасал тысячи раненых бойцов. Из каждой сочинской семьи на фронт уходили мужчины. В память о тех, кто не вернулся, сегодняшнее событие, на которое пригласили ветеранов. Среди них и дети войны, те, кто помогал фронту продовольствием. Обрабатывали землю, убирали урожай, сдавали государству хлеб, мясо, молоко, все, что положено было. И нас было в деревне пять мальчишек. Вот эти пять мальчишек, вот моего возраста, они управляли полностью колхозом. И в 10 лет я принял первую присягу на верность колхозу, когда отправляли наших братьев на фронт. Из Сочи на войну ушло 18 тысяч человек. 4,5 тысячи не вернулись. Это и родные Ирины Максимовны Расторгуевой. Она благодарна за то, что в городе сегодня при участии большого количества горожан был открыт памятник солдату-сочинцу. Здесь можно поклониться подвигу тех, кто пропал без вести или похоронен далеко на чужбине. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Открытие памятника говорит о том, что мы помним о великом подвиге советского народа. Мы помним и гордимся этим. Мы воспитываем молодежь на патрифийских началах, на подвигах наших дедов. И это очень важно. И мы сегодня видим, что какое вдохновение у нашего народа, у наших горожан именно в преддверии Дня Победы. Автор памятной скульптуры Петр Хрисанов. Он сильно волновался. Перед открытием работал над скульптурой два года. Изучал архивные материалы, а прообразом послужил наш земляк Иван Русин, герой Советского Союза. Поскольку прототипом послужил Иван Федорович Русин, я каждый день приходил и здоровался с ним, говорил «Здравствуйте, Иван Федорович». И у меня такое ощущение, что я внутри уже ему имя дал такое. Но потом помню, что в Болгарии есть солдат Алеша. Я думаю, что если его будут звать просто Иван, мне кажется, что это будет как-то правильно. Памятник солдату Сочинцу установлен в комсомольском сквере. Сегодня цветы к монументу возлагали представители исполнительной и законодательной власти, ветераны войны и учащиеся школы, гимназии. В этот юбилейный год объединились не на словах, а на деле все поколения. И маленькие взрослые сердца переполнены гордостью за нашу страну, за нашу победу 45-го года. Елена Всецына, Борис Осин, телекомпания ФКТ.